приветствую ребята сегодня нам прислали досье снова на графа блэка да на графа блэка и это пипец какой-то да да естественно были кстати да забыл сказать про министра элла что он то это еще мудат что надо его поставить в чистое зло но про графа графа блэка сказать такое нельзя и вы сейчас узнаете почему ладно начнем граф black также известный под своим настоящим именем лорд блюмир является злым графом и центральным антагонистом супер папер марио во время игры он вызывает сердце хаоса насильно женив принцессу пищ на булзере и использует это чтобы открыть пустоту которая обладает способностью уничтожать все измерения он также он также возглавляет отряд приспешников основным основными членами которого являются настасия о чангс мими мистер л и деменцию кстати да самое забавное что мистер л появится позже как только настасия загипотезирует луиджи и промоет ему мозги ну о чем я говорил в предыдущем выпуске его имя black обычно используется как звукоподражна звукоподражание для обозначения отвращения но также может быть из истолковано как искажение слова черный означающего темноту его японское имя является игрой французского слова обозначающего черный но и но и его настоящее имя вероятно представляет собой комбинацию из синего обозначающего йод его цвет и люмир французского термина обозначающие свет и и отсылки и отсылки к его статусу члена племени тьмы да он раньше относился к племени тьмы но вы сейчас узнаете почему теперь больше к этому не относится потому что вы узнаете его предысторию до событий игры да да у нашего зловеющего графа есть предыстория в котором и раскрывается почему он такой жестокий до событий игры граф black носил имя блю мир и был членом племени тьмы группы которая отделилась от племени древних от племени древних древних после кражи темного прогностику со в ошибочной попытке предотвратить злоупотребление его силами однажды блю мир был найден раненым у подножья скалы человеческой человеческой девушкой по имени летавра и да я тут хрен знает как как зовут нашу красавицу и она ухаживала за ним возвращаю возвращая ему силы несмотря на предупреждение его отца держаться подальше от людей блю мир был блю мир был пленен ее добротой и он часто выбирался из своего замка чтобы встретиться с ней и в конце концов они полюбили друг друга позже он узнал что его те что его отец угрожал летавром угрожал ли так угрожал летарве блю мир понял что здесь что здесь они не могут быть влюблены поэтому он сделал ей предложение хотят до этого до того как они как они как они смогли пожениться его отец похитил и изгнал где из на и изгнал гитару из их измерения стер ей память и проб и проклял ее скитаться по мирам до самой смерти узнал об исчезновении лита литавры блю мир путешествовал по измерениям чтобы найти ее не подозревая что мэрлан нашел ее едва живой и превратил в пиксель известного как типе чтобы спасти ее из одной из из одной истории карсон следует что он встретил настасью в какой-то момент во время своих поисков да вот такой вот сюжетный поворот типе является литаврой вас люб возлюбленные возлюбленные блюмира но отец не позволил блюмиру в нашем случае графу блэку жениться на ней из-за чего стерли то стер тебе память и отправил и отправил ее вне измерения блэк но потом граф встретил настасью лат блюмиру в конце в конце концов вернулся домой решив что литавра пропала навсегда он верил что жизнь и бытие бессмысленно без нее поэтому он украл темный прогностику и использовал и использовал его силу чтобы уничтожить свои измерения и он решил сделать то же самое с каждым миром блюмира взял псевдоним граф black и вместе со своей новой помощницей настасьей приехал в новый замок в мире тьмы ну то есть мир black к которому в конце концов присоединились ними о чанкс и деменцию о котором кстати говорили во второй серии первого сезона он также намерен создать новый идеальный мир после уничтожения оригинала но деменцию утверждал утверждал что на самом деле никогда не собирался выполнять свои обещания да теперь вы поняли почему граф теперь вы поняли почему почему black такой зол такой злой он потерял свою любовь и и не может жить без нее но да я забыл сказать он тоже исправился да он уже уже по нашей мерке 5 справившийся злодей и вы уже понимаете что это не просто так ладно теперь о событии супер папер марио граф black в конце концов решает напасть на грибное королевство из пророчества он знал что свадьба принцессы и монстры вызовет сердце хаоса кстати да по этой причине печи не собиралась жениться на бозре потому что знала к чему это приведет из-за этого он он поищает принцессу печь бозера и луиджи и весь отряд купы и насильно же и насильно же женен на первых двух формируя сердце хаоса затем граф black использует сердце хаоса чтобы разорвать пустоту из-за беспорядков во время свадебной церемонии луиджи бозр отряд купа и печь разбросаны по всему замку чтобы сразиться с этой пром чтобы справиться с этой проблемой black отправлять анастасию промыть мозги членам отряда купа чтобы они присоединились к нему он также отправляет других своих приспешников в различные измерения в попытке помешать марио собрать чистые сердца после того как его приспешники побеждены и марио воссоединяется с пищи бозером граф black граф black перестается относиться к марио как к простому раздражителю black обращается к темно к темному прогноз текусу и узнает что человек в зеленом является главным фактором определяющим сбудется ли пророчество сбудется ли пророчество разрушения он приказывает настасье про настасье промыть мозги луиджи и превратить его в мистера л и пытается остановить марио с его помощью однако мистер л терпит поражение как и другие его приспешники black приходит в ярость после того как его попытки остановить как его попытки остановить марио провалились и он лично противостоит им в королевстве выкрали в королевстве земра он спорить степи о своих мотивах и ценности всех миров и начинает подозревать что типе может быть литаврой после того как марио и его команда получили последнее чистое сердце от повелителя black приказывает своим приспешником попытаться победить их тогда они придут и когда они придут в его замок позже деменция рассказывает блэку что типе упомянула имя блинер что что подтверждает что литавра что она литавра но сушок яхт аренск отцову тебе-то на встречу до переводчики нашим нашим переводчиком спасибо в вашей команде они пригодятся на статье начинает убеждать его отозвать пустоту но из-за того что он слишком далеко продвинулся в своих планах остановить разрушение сердца хаоса остановить разрушение сердца хаоса он игнорирует ее призывы и в тайне надеется что марио и его команда смогут победить его и спасти все миры чувствуя что он зашел слишком далеко чтобы отступать но мы все знаем что да желание блэка исполнилось но какой ценой после того как марио и его команда получить а понял когда марио и типи добрались до святой святых замка блэк блэк и типи снова ссориться прежде чем он он отсылает анастасию прочь и вовлекает марио в битву изначально блэк не восприимчив ко всем атакам из-за сердца хаоса но пич но болзер пич и луиджи надево наделяют чистые сердца силой преодолеть барьеры после поражения блэк настиг блэк настаивает на том чтобы чтобы марио закончил всю игру до того как пустота уничтожить все миры вопреки желанию типе хотя до этого как марио и его союзники закончили игру появляется деменцию и атакует графа на удар на удар принимает на себя анастасия который по-видимому смертельно ранена затем деменцию берет под свой контроль сердце хаоса и планирует и планирует использовать его для создания нового мира по своему образу и подобию когда старые миры исчезнут он изгоняет блэка типе и анастасию в измерении дим намереваясь разобраться с ними позже и сливается с луиджи с промытыми мозгами и сердцем хаоса образуя гигантское тело под названием супер деменцию вы в измерении де граф граф блэк воссоединяется со чангсом и мими че любви к блэку удается установить чистые сердца чтобы ослабить супер деменцию и позволяет марио и его союзникам победить его перед смертью деменцию умудряется оставить после себя тень своей силы которая гора который гарантирует что все мир погибнут в отместку за его смерть осознавая срочность ситуации осознавая срочность ситуации граф блэк возвращает всех в часовню где родил где родилось сердце хаоса и они степи обмениваются клятвами и женятся друг на друге настоящая любовь между ними заряжает чистые сердца объединяя их объединяя их сердце сердце чистоты который уничтожает сердце хаоса и обращает вспять пророчество о разрушении блэк утверждает что использование его и и у его любви к типе чтобы остановить пустоту приведет к тому что они оба перестанут существовать но и мерлан и настатья верят что он что он счастливо живет вместе с риттер вместе с китаврой поскольку блэка больше нет его приспешники решают создать идеальный мир который он им обещал в сцены сцены после титров силуэт графа стоит рядом с силуэтом женщины на лугу которая предположительно является литаврой последние вернул себе человеческий облик подразумевая что они выжили да как вы можете понять black был слом black black был сломлен но все же смог на и смог найти себя в этой в во всем и во всей несправедливости и восстановить себя а также пожениться на литр а также пожениться на типе нашем случае с литаврой с которой он хотел пожениться много лет назад но так и не смог этого сделать и он исправился именно таким образом теперь поговорим о двух мангах которых он появился супер марио кун и доктор марио кун так по доктору марио есть манга я удивлю я удивлен даже теперь так супер марио кун граф black появляется в тридцать седьмом и тридцать восьмом томах супер марио кун во время сюжетной арки основанной на супер пеппер марио его роль в супер марио кун отражает его роль в игре да он хочет уничтожить все миры но но в конце всей истории он он в душе верит он верит в душе что марио сможет его победить и уничтожить сердце хаоса чтобы все миры не смоглись не смогли стереться ладно теперь поговорим о доктор марио кун граф black появляться пятьдесят седьмом пятьдесят восьмом и в пятьдесят девятых сериях манги доктор марио кун в финальной сюжетной части финальный в финальной сюжетной части манги граф black состоит создает пространственный вирус который вмешивается в альтернативной реальности да тут он тут у нас является главным антагонистом всего этого ладно не будем так о нем ведь он исправился уже как давно а теперь поговорим о его личности и черта характера и чертах кора и чертах характера мотивы графа блэка в игры в основном вы вызваны печалью из-за потери литавры в начале игры он кажется бесчувственным злодеем который желает покончить со всеми мирами из-за силы данный сер данный темным прогрой прогностикусом по ходу повествования раскрывается его симпатические черты и объясняются причины его действий да а именно потеряли ли ты именно потеряли там литрами это что он был сломлен из-за того что ее потерял до встречи до встречи с литрами black был известен как чрезвычайно добрый человек который лелеял все живое и саму вселенную когда он встретил литрами он влюбился и был чрезвычайно заботлив и предан ей но когда его отец отправил литрами предшествовать по измерениям пока она не умрет black чувствовал me black почувствовал месть по отношению ко всему миру и подумал что жизнь без нее ничего не стоит это заставило его стремиться к уничтожению всех миров и он проявляет свою мстительность уничтожая свое собственное уничтожая свое собственное измерение black и спит black испытывает ненависть ко всем ко всем мирам и видит в них то что что отняло у него любовь о чем он продолжает думать до тех пор пока не пока не потерпит поражение несмотря на то несмотря на его настойчивость в том чтобы мир был мертв black все еще демонстрирует некоторые положительные черты он телепортируется в замок боузера чтобы сообщить что захватил принцессу пич он клянется и вежливо представляется он кланяется и вежливо представляется в прологе мими заявляет чтобы с графом это ее пред это ее представление об идеальном мире и блэк говорит что осуществляет мечты своих миньонов он дарит мими силу во время событий 2 главы и его приспешники с радостью выполняют свои свои задачи чтобы остановить свои миссии чтобы остановить мария и его союзников он напуган когда настасья принимает удар от деменцию за него и польщен когда его приспешники также помогает ему в восстановлении чистых сердец граф постоянно говорит о себе в третьем лице и отклоняется от этой черты когда остается один и после и после того как его избивают его привычка рассказывать о себе указывает на то что он возможно цитирует текст темного прогностикуса да вы можете помнить также и фоффала который тоже который тоже к себе обращался в третьем лице но у него не было на то причины а у блэка есть да цитируя цитируя текста текста пророчества из темного прогностикуса ладно теперь внешний вид граф блэк носит носит белый цилиндр и пальто и обычно закутан в плащ с с градиентом белого цвета вверху переходящего 8 снизу что намекает на то что сверху свет а внизу тьма внутренняя сторона плаща темно-синего цвета со звездами и когда он и когда он растягивает свой плащ во время ролик во время кассцены в замке болзера виден уникальный дизайн этот рисунок взят из папер из папер марио the sound of the south of the south of the south of your door на нем и за на нем изображен узор используемый на пьёде стали в комнате с тысячелетней дверью когда марио дарит хрустальную звезду хрустальную звезду он также носит большую красную бровь белые перчатки и держит коричневый коричневый скипетр увенчанный синим драгоценным камнем на его левом глазу монокль а глаза и рот красные и светятся кстати да никого никого вам вам не напоминает это да красный глаз тем более правый лучше понимаете да мить спустя сколько там 15 лет ну да 15 лет слишком уж так ладно однако его глаза и рот и рот становится светло-глубыми когда он побежден и остаются такими до тех пор пока не будут восстановлены чистые сердца теперь силы и умения у него охренеть какие какие огромные статы силы и умения помимо способности использовать он помимо способности использовать темный прогностикус граф блэк обладает многими другими магическими способностями дронами сердцем хаоса которые могут помочь ему он может свободно свободно парить без каких-либо под без каких-либо препятствий для силы тяжести что особенно важны из-за отсутствия у него видимых ног у него есть способность телепортироваться по желанию то есть перевор но или переворачиваться но или переворачиваться вместе с темным прогрой прогностикусом который всегда телепортируется рядом с ним ну то есть всегда остается при нем он также может использовать силу сердца хаоса чтобы защитить себя от любого вреда в бою граф блэк использует свой скипетр в бою граф блэк используется скипетр чтобы вызывать шарики темной магии и швырять их в своих врагов эти шарики не могут быть заблокированы ничем включая зонтиком пич включая зонтиком пич и барри до борисы что это один из пикселей который может как бы защищать вас единственный способ избежать их использовать слима который делает игрока невидимым и не и не и не осязаемым он также может вызывать огромный вихрь темной энергии которые засасывают его в его врагов граф блэк также может временно замедлять течение времени аналогичный эффект у замедления замедления состояния наконец он может ускоряться под ускоряться подобно эффекту подобно эффекту получаемому при использовании цветка скорости и и врезаться вы своего противника нанося ему урон его атака теневым взрывом наносит 3 3 единицы урона его атака пустотой наносит 8 единиц урона и игрок получает 2 урона когда 2 урона когда переходит одно счет переходит на счет хотя он не способен переворачиваться в 3d его шары выполнены в 3d и все еще могут повредить марио даже если он находится в третьем измерении да зашибись полный так что избежать атаки графа у вас все равно не получится только если с ним вам только если у вас есть пиксель slim помимо своих магических талантов граф граф блэк и демонстрирует свой высот граф блэк демонстрирует высокий высокий интеллект неотразимую физическую форму и умение ввести беседу а также качество характера а также качество характера которые могут которые могут заслужить лояльность его последователей и друзей блэк харизматичен и может привлечь людей к себе на службу как это видно на примере боузера в начале игры в то время как в то время в то время как способности его помощницы анастасии по контролю над разумом могут помочь ему справиться со всеми другими делами ладно теперь опишем вот это да к его собственную карту максимум хп 150 атака на 8 защита нулевая и оценка вот такая его роль это босс тип карты редкий и можно получить только в товарах и даже расположение карт магазин карточек карта 48 наверное нам не есть описание карты этот злодей в цилиндре намерен покончить с миром забавный факт когда-то он был известен как как лорда блюмир как лорда блюмир да именно тут нам именно тут нам говорят о его истинном имени до того как мы как мы пойдем в кассел блэк чтобы его уничтожить теперь описание это граф блэк эта темная фигура хочет уничтожить вселенную когда-то был блюмиром человеком которого я любила максимальное хп 150 атака 8 он использует все силы которые дает ему сердце халса но ты можешь победить его если вложишься полностью если выложишься полностью ты можешь и ты можешь победить его ради спасения всех миров и чтобы спасти блюмира которого я любила да если что это описание типе насчет того которого она любила раньше но позабыла об этом но теперь супер смеш-брос да а именно наклейка в супер смеш-брос броул и трофей для супер смеш-брос вы на вью да только на вью он есть больше нигде это просто зашибись блин ладно да он используется как наклейка в супер смеш-брос броул дает эффекты выпад в подпространственном эмиссаре пламя сопротивление плюс 5 и может использоваться любым персонажем ладно поговорим теперь о трофее который появляться ли лишь в вью версии да в супер смеш-брос ультим этого нету как в то же время ну мистер л есть конечно в виде духа но и в качестве трофей на вью он он тоже имеется но и в качестве упоминания в супер смеш-брос броул при описании бумажного трофея бумажного луиджи однако да в ультимейт граф black не появляется почему-то ладно да его можно разблокировать случайно в магазине при при покупке ладно давайте теперь поговорим о переводах его цитатки который описывается в его трофеи питч похищалась бозером так много раз что казалось хорошей идеей все при все перепутать вместо этого ее похищает этот парень граф black затем он затем он получает сердце хаоса заставляя пичи бозера пожениться все это было предсказано темно программа темным прогностикусом от которого граф black носил с собой и это американский перевод теперь поговорим о британском где все по другому всегда приятно иметь свежее лицо на сцене похищения пич и именно здесь появляется граф black чтобы заполучить сердце хаоса он фактически пытается женить пич на бозере очевидно путь к разрушению измерений полностью предсказан в темном прогностику все он просто следует инструкциям ладно теперь да мелочи вы не ждите поскольку их и вовсе нету ну кроме того что его зовут лорд блюмир и что он участвовал как член культа тьмы ну племени тьмы ну а пока держите все цитаты бле ха 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 человек известный как блюмир давно умер теперь есть только только граф black темный прогностикус решил исполнить исполнить пророчество не более того не более того black твоей принцессой был был толкован был толкован граф black от меня граф был толкован граф black от меня от меня граф black избранный исполнитель темного прогностикуса граф black славный малый black Блэк, твоей принцессы был толкован граф Блэк, от меня граф Блэк, избранный исполнитель темного прогностика сэ, граф Блэк, славный малый, предсказал, что придет к этому измерению, так же граф Блэк. Да, тут вообще он обращается к себе в третьем лице полнословно. Ладно, теперь основной список цитат. Блэк, твою принцессу похитил граф Блэк, мной граф Блэк, избранный исполнитель темного прогностика сэ, это граф Блэк, славному парню было предсказано, что он придет в это измерение, так же граф Блэк, что придет в это измерение, так же граф Блэк. Блэк, из всех вещей вы защищаете сердце? Нет ничего более бесполезного, кроме Литр, кроме Литр Ви, никакие сокровища не имели для меня ни малейшего значения. Но вы опоздали, остановите темную прогностику... Остановите темную прогностику с меня, графа Блэка. Всем мирам скоро придет конец, всемирам скоро придет конец. Примите это решение сейчас. Примите этот факт сейчас, потому что вы не сможете остановить это. Я предлагаю тебе устроиться поудобнее и наслаждаться этим последним зрелищем. Граф Блэк, губитель миров! Моя судьба записана в темном прогностику сэ. Теперь все кончено! И да, и... Стоп. Стоп, эй, его че, реально зовут Блюмер? Блюмер чего, бля... Он реально Блюмер, а я хрен знает, как его имя читается. Так что, давайте лучше Блюмер и все. Блюмер. Это перевод от Блюмер и Лорд. Имеется ввиду Лорд. Ну и давайте о японских именах нашего графа в разных языках. Да, это бесполезно, но без этого никак. Японский. Навара Хакушару. Навара Хакушаку. Граф Нуар. Нуар по-французски означает черный. Ну что и отсылается. Французский. Комейт Ниарк. Конте Граф и Ниарк. Звукоподражание злобному смеху. Немецкий. Граф Никвиц. Граф Граф. Ник и злом. Виц. Немецкое значение имени. Также означающее шутка. Итальянское. Конто Сене. Конто считать. Но также Граф. Сене Пепельный. Корейский. Новый Пэкджек. Я хрен знает, что это переводили. От японского названия. Ну и Граф Блэк, естественно. Да. Пишется через Э. Граф Каунт плюс Блэк. Перевод от черный. Перевод от Блэк. Ну а теперь испанский в Ноа и Ноя. Конде Блэк. Граф Блэк. И Конде Сенезо. Конде считать. Сенезо Пепельный. Сенезо также может означать сглазить. Или Кайфоломщик. Но теперь Лорд Блюмьер. Проще для меня Блюмир. И да, в превью вы можете встретить Блюмир. Поймите, это не ошибка. Просто я считал, что его зовут Блюмир. Я не знал, что Нинтендо официально на русский его прозвали Блюмьером. Ладно, японский это... Ремирюй. Ремирюй. От Люмир. Французское слово, означающее свет. Также может быть каламбуром. На Супер Шаман. Как и другие персонажи древнего происхождения. Французский. Сегуэр Николай. Лорд Николай. Стоп, чё? Николай? А-а-а... Офигеть. Лорд Ник... Лорд Николай. Ну, чё сказать? Зашибись. Немецкий. Фюрст Блюмьер. Фюрст означает принц или правитель. Да, намекающий на то, что Блюмир являлся сыном короля. Ну, точнее правителя. Племени тьмы. Итальянское обозначение. Лорд Блюмьер. Ну, или граф Блюмьер. Только когда карта захвачена. Ну, граф Блюмир. Граф Блюмир. Есть вопросы. Рюмиреве. Это корейский, если честно, а не японский. А вот от французского слова люмьер. Которое, если читать по-корейски, произносится как... Рюмиреве. Рюмиреве. Я хрен знает. Что означает свет? Да, намек. Русский. Лорд Блюмьер. Или Лорд Блюмир. Блюмьер. Это перевод от слова Блюмир. Блюмир. И лорд. Имеющий в виду лорд. Ну, правитель. Испанский лорд Блюмир. Я хрен знает. Нафига это было переводить? Французская модификация Бленка. Означающая белый. С его ипанским именем Люмьер. Да, зашибись полный. Это звездец. Это какой-то звезды. Ладно, ребят. На этом мы закончим. Сразу отмечу. Граф Блэк, как злодей, был сломлен. Из-за того, что потерял ту, которую любил. Из-за этого хотел уничтожить все миры. Но в то же время он и справился. Желаю, чтобы Марио его победил. Чтобы убить его. Да, граф Блэк намеренно хотел, чтобы его убили, так сказать. Чтобы остановить сердце хаоса. Но ему, как мы знаем, помешал деменцию. Да, если честно. Лорду Блюмир, ну или граф Блэк. Мой любимчик, так сказать. Вет Супер Папер Марио. У меня даже... Ну... Короче, я вам покажу. У меня где-то была она, Юмая. Ну и, собственно, и все. Вот она. Вот. Да, забавно. Не спорю. Но, да. Граф Блэк мой любимый перс из всех... Из всех персонажей Супер Папер Марио. Да. Деменцию и Мистер Элл тоже мои любимчики. Но не настолько, как Граф Блэк. Вообще, Граф Блэк реально прошел огромный путь. А именно, путь исправления. Как, например, та же Рести Роуз. Они оба были злые. Но... Позже и справились в лучшую сторону. Из-за... Из-за некоторых обстоятельств. У Графа это просто любовь к Типи. Но точнее, к Литтерве. И желание покончить со всем этим. У Расти... Это да. У Расти Роуз это путь исправления. Который прошелся от подчинения к Совету. До освобождения миров. Из пустоты, устроенным Найном. Да, ничего не напоминает. Реально. Нет, вот... Как? Реально, поглощающее все и вся пустота. Чё вам не сюжет Соника Прайма? Нет, реально. Злодей-то же... Тут даже, блядь, злодей имеет красный глаз. Да и тем более... Правый... Да и тем более правый-левый... Правый-красный глаз. Не, ну... Чё он мне намек? Если что, я ни на что не намекаю. Ну, просто... Такие же вьетнамские флешбеки полились. Ладно, на этом мы и закончим. Если вам понравилось эта история, ставьте лайки и подписывайтесь. И не забывайте, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока.